И первый доклад, в второй части, Дмитрий Ильич Каппак, процент гаджеры психологии и педагогии университета нашего. Ну, а название здесь. Мехи-волна когнитивно-пометенческой терапии Ну, все новое, так хорошо забытое, старое. Я постараюсь об этом как раз тоже сказать. Небудь что, немного подрунуйте. Извините за техническую задержку. У докладчиков появится возможность использовать 20-минутный интервал, потому что, к сожалению, одна из наших участниц конференции не смогла сегодня прилететь из Симферополя, из Крыма, из-за энергоблокады. Там произошла проблема с рейсами. И вот я получил утром смс, что она, к сожалению, не будет. Тамара, вы, думаю, в следующий раз сделаете тоже свой доклад на нашей конференции. В силу вот таких технических обстоятельствах. Я хотел бы представить вашего внимания такое сообщение, скорее, чем доклад, поскольку времени не так много будет для того, чтобы развернуто поговорить о так называемой третьей волне когнитивно-пометенческой терапии. Нам хорошо известна поведенческая терапия, когнитивная терапия. И вот методологи стали выделять в когнитивно-поведенческом подходе в этом направлении три волны. Первой волной стали именовать как раз поведенческую терапию. Второй волной – когнитивный подход в этом направлении и интеграцию когнитивной и поведенческой терапии. И третья волна – это некое такое условное название, которое сегодня включает в себя более десятка видов терапии, относящихся к когнитивно-пометенческому подходу. И вот разные есть мнения, на каком основании включаются именно в этот специфический формат, под таким странным названием третья волна, эти виды терапии. Если говорить о методологии, то основной, такой наиболее часто цитируемый вариант объяснения методологии – это то, что поведенческая терапия, как первая волна, занималась внешним поведением, когнитивная терапия, как вторая волна, стала рассматривать во главе угла внутреннее поведение, то есть когнитивные факторы, промежуточную переменную, так называемую, которая раскрыла черный ящик. И с работ Миллера, Галландера и Прибрама, с работ Альберта Ван Дуре стала подчеркивать вот эту значимость когнитивных функций, когнитивных процессов, когнитивных структур. Третья волна, большая часть видов этой Третьей волны, так называемой, пытается выйти, если брать вот такие традиционные восточные термины, термины восточных практик, выйти за пределы думающего ума, рефлексирующего такого ума, или машины умственной. То есть вот этот реактивный ум, как мысленная жвачка, если говорить таким обыденным языком, это то, что может превратиться в такую рационализацию, в такую бесконечную череду рассуждений, и поэтому как некая надстройка, с одной стороны, к первым двум волнам, и с другой стороны, как некая другая уже философия и даже методология, это метапозиция. Вот такой основной постулат, выход из потока, для того, чтобы можно было обозреть уже более критично сам поток, саму продуцируемую такую репу когнитивную, сознание, наполненное такими феноменами. Если говорить о второй волне, то уже там метапозиция активно и использовалась, и приветствовалась. Более того, методологически было описано, как с помощью, например, дневника самонаблюдения тренировать вот эту осознанность, которая в третьей волне уже стала во главе угла. И вот тот термин, о котором сказал Виктор Анатольевич, что придется заучивать даже вот такое слово «mindfulness», был специально придуман. Это такое, некоторые авторы полагают, специально сконструированное английское слово, которое пытается передать некую практику, наиболее отчетливо описанную в буддизме, но и во многих других направлениях восточных практик, осознание или осознавание настоящего момента времени во всей его полноте, по возможности безоценочно. К этому мы еще подойдем, к терминологии «mindfulness» и трудностям перевода. Ну, начать уже содержательную часть мне хотелось бы все-таки с приветствия от уважаемого нами специалиста. У меня та же проблема, что я при будущем гармончиков. Сейчас я буду пытаться выложить. Приветствия от Аарона Бекка. Надо сказать, что... В этом году, 18 июля, Аарона Бекка исполнилась уже 94 года. Это, так скажем, наш человек в Голливуде. Его родители, как известно, эмигрируемые из Российской империи. И вот он очень тепло расписал к своей родине предков. И большой и горячий привет передавал всем тем, кто интересуется комитетно-поведенческой терапией. Здесь, на этом слайде, представлен такой момент передачи списков людей, которые из специалистов Российской Федерации, Украины, Прибалтики, Казахстана. В общем, все то постсоветское пространство, которое с большой теплотой и любовью хотело поздравить Аарону Бекка. Вот список этих фамилий. Как раз момент передачи здесь запечатлен. Тут как раз хочется упомянуть о том, что не всегда, как мы в первой половине услышали, так мучительно и скоротечно протекает жизнь врача. Что они на 10-15 лет раньше уходят, чем их клиенты. Ну и плюс страдают массой вот таких проблем, которые достаточно подробно Светлана Леонидовна описывала. Это, безусловно, тоже часть нашей жизни, и профессионально в том числе. Но вот есть яркие примеры. Альберт Элис, который выбрал 93 года, Аарон Бекк, который его уже пережил, и сейчас он уже 94 с половиной, можно так сказать. И вот летом он показал пример, как можно не только дотянуть до такого возраста, ну и в какой форме прийти к такому периоду уже глубокого развития своей личности. Вот как сохранить эту личность функциональной, наиболее ярко подчеркивает своей жизнедеятельностью, а не только теорией, сам Аарон Бекк. То есть он провел клинический разбор, больше двух часов отвечал на вопросы, где одним из вопросов тоже был, как же он умудряется вот так поддерживать такую форму и души, и тела, и мозга в такой активной позиции. И Аарон Бекк объяснял неоднократно, что мозг, как мышца, если вы его используете, тренируете, держите в тонусе, то он благодарно вам отвечает на это. И вот следующий слайд. Это пример того, что даже вторая волна, когнитивная терапия Бекка, использовала ряд позиций, характерных для восточных практик. И вот эта фотография сделана в ноябре 2014 года, в прошлом году, как раз год назад, когда второй раз встретились Далай-Ламы 14-й и Аарон Бекк. Первый раз они встретились в 2005 году в Стокгольме, провели такой открытый круглый столб. И второй раз Далай-Ламы приехал уже непосредственно домой, в гости к Аарону Бекку, подчеркивая тем самым близость позиций. Дело в том, что у Далай-Ламы есть не один даже институт, один из них посвящен как раз прояснению, что происходит сегодня в психологии. И поэтому выбор Далай-Ламы, с кем общаться, потому что более к вам приезжали гости, он всегда очень такой тщательно проблённый, взвешенный, обоснованный. И вот этим визитом Далай-Ламы хотел подчеркнуть тот вклад в общее совместное дело, которое развивал в течение всей жизни и продолжает даже до сих пор развивать Аарон Бекк. И он буквально объяснял, что мы делаем одно общее дело. И этим подчеркивал близость к позициям, хоть и религиозной вроде бы в догматике, с одной стороны, грудистской, но с другой стороны, очень много точек соприкосновения с карантинно-правильническим походом. И если раньше такие вот заходы, скажем так, в темы медитации, темы принятия, темы осознанности, психология и практическая, и теоретическая считалась таким дурным тоном, что это, в общем, какая-то парапсихология, уже, что это некое нарушение логики, что не стоит туда соваться с тем чистым, так сказать, разумом и термологическим словарем формой терминов и понятий, которые свойственны объективной психологии и психотерапии как практике, сегодня уже, наоборот, целый ряд подходов напрямую переходит вот к тем понятиям, которых я бы хотел сейчас коснуться подробнее. Ну и еще один теплый привет от дочки, продолжателя, так сказать, дела школы БЭКов, семьи БЭКов, уже третья генерация растет, дочка уже самой, работает вместе с ней с программой коррекции веса, с программой по расстройствам пищевого поведения. И вот это снимок, который любезно разрешил сделать Джудин БЭК и одновременно и посвучил ее тоже теплое пожелание на конгрессе в Иерусалиме этой осенью, который проходил с конца августа и начала сентября. Вот тоже такие слова приветствия, о которых бы хотелось начать, кроме сообщения. А если же касаться третьей волны, о которой я начали для восточных практик, для буддизма, отчасти индуизма, даже в ведах еще были описаны многие понятия, известные нам по Гештальту термины здесь и сейчас, взятый Фрицем Перлсом с буддизма, а в свою очередь буддизм взял это из вирус, которому уже больше 5000 лет. Вот эта традиция сегодня буквально выносится в заголовки видов терапии. Вот осознанная позиция такая и сама осознанность, вы видите, как термин «Майклумус» звучит сразу в нескольких направлениях. И вот такой термин, как «принятие» и «ответственность» это тоже одна из форм сегодня очень значимой, активной и быстро развивающейся терапии и в Соединенных Штатах, и в Европе, и во всем мире. Четвертый вариант – диалектико-поведенческая терапия, тоже очень известная, популярная в Америке. В Сиэтле есть институт, который открыл «Марша Лайн». Надо сказать, что «Марша» сама была, так сказать, по ту сторону баррикад, клиентом, пациентом психиатрической больницы, и ей ставили диагноз биполярное расстройство, пограничное расстройство, бодолай, личности, и даже шизофрению. И вот заполотая нейролептиками, замученная разными формами терапии, она вот дала такое слово высшим силам, сказала, что если я отсюда выберусь, я обещаю помогать таким же, как я. Вот ее терапия действительно сегодня очень популярна, особенно в работе с такими сложными пациентами, как бодолайн, с суицидальными пациентами, с зависимостями тяжелыми. И вот там уже само понятие диалектики, как философской такой позиции, одновременно описывается в «Марша Лайн» и как тоже с акцентом на восточные практики, потому что диалектика – это не только древние греки, как мы знаем, но и в индуизме, и в буддизме очень мощные школы диалектики тоже представлены. И вот понятие майнфокуса, понятие осознанности, практики осознанности активно используются и в этом виде терапии в том числе. Есть ряд, может быть, немного особняком стоящих форматов, таких как, например, схема терапии. Известный ученик Арон Убека Джеффри Янг, его, так скажем, правая рука, Кром принц, в 80-х годах, стал активно использовать и развивать идею, термин Арон Убека, схема, и даже в итоге создал свой вид терапии, тоже как на отстройку медицинопередической, но постепенно ушел и от самого Арон Убека, и из его школы, и сегодня схема терапии – это уже такая самостоятельная единица, даже в чем-то дорихующая ближе к психоанализу и уже, так скажем, на границе между несколькими направлениями настоящими. Более сложный момент – это вот десенсибилизация и переработка движениями глаз, десенсибилизация и репроцессинг, использование глаз Шапира. Скорее, это поведенческий подход, где используется буквально физиология и с помощью буквального смысла слова фиксации и использования быстрых движений глазами сосредоточенными на предмете у клиента. Идет переработка всех травмирующих состояний, ситуаций. Буквально завтра стартует семинар известного израильского специалиста, который проводит воркшоп многодневный, посвященный как раз этой теме. Целый ряд специалистов и в Европе, и в Соединенных Штабах сейчас развивают и продвигают этот подход, который, оказывается, вписался в рамки доказательной медицины и показал вот такие свои возможности в переработке таких травматических событий. И метакогнитивная терапия, где основной акцент — это мысли о мыслях, возможность рефлексии, возможность занятия этой метапозицией и использование возможности более глубинных изменений за счет вот таких более глубоких осознаний, в том числе и своих вот таких скрытых схем мышления и поведений. Вот если говорить о концептуализации, о некой научной такой концептуализации, не клиентской в данном случае, то метадологи выделяют это как ядро таких основных ярко представленных видов терапии третьего уровня. Но на самом деле их уже больше десятка, ближе к уже двум десяткам, которые входят в состав вот этого нового движения в когнитивно-поведенческом подходе. Ну и если позволите несколько слов о самом термине mindfulness, в переводе с английского он означает такую внимательность, то есть это не совсем медитация, хотя очень похоже. Вот в кудизме, в санкстерийском термине, в смрите, в тибетском, это специальные слова, которые буквально описывают технологию, методологию, как с помощью одного слова проникнуть и понять суть процесса, предмета, каким образом можно практиковать это как упражнение, как технику и даже более того, как некую философию. Поэтому целый ряд акторов пытались раскрыть, развернуть вот этот термин, чтобы более функционально его описать. То есть это некое направление внимания на текущий момент, безоценочное, как принято в буддизме, такая бесстрастная, безэмоциональная и холодные когницы, как описывал их Элис, не провоцирующие на такие гиперреакции. Всего небольшого времени я постараюсь сократить это описание. Другой автор, помимо Габадзина, а это один из лидеров сейчас третьей волны, описывает, в том числе и такими терминами, как любопытство такое спокойное, открытость и принятие. Вот какие качества необходимы для осуществления этой практики. В первую очередь, если брать историю, традицию, то такая ветвь буддизма, южная как Тхерамада, как раз описывала это наиболее детализированно, наиболее точно, наиболее тонко. И в том числе в дзен-буддизме использовались такие практики. Поэтому нельзя сказать, что это что-то новое, поскольку этому уже больше двух с половиной тысяч лет, как минимум, а если брать аналоги в ведах, то уже и больше пяти тысяч лет. Но в чем специфика? Специфика в том, что эти практики переведены в термины и понятия когнитивно-правильнического подхода, что позволило осуществлять и рандомизированные, и контролируемые исследования. И ряд из них показали, что такие практики позволяют работать даже с хронической болью, не только с такими эмоциональными стрессами, но и физиологическими последствиями этих стрессов. Здесь мы в целом ряде подходов видим, как это влияет на дисфункции, с которыми можно справляться вот таким способом. Эти варианты мы можем концептуализировать, как работают эти технологии, через вообще понятие боли, что там есть когнитивный компонент и есть отношение. Отношение в том числе и к самой боли, отношение к происходящему, отношение к себе. И вот примером такого отношения к боли, помимо садомазохистов, хорошо нам известных, хотя бы по слову, по названию, являются практики религиозные, такие духовные, в форме такого празднества тейпусам, когда люди, если вы посмотрите на слайдик, протыкают не только кожу, но и плоть свою, мучительные, нанося себе повреждения и еще таща за собой определенные предметы. И эти люди не падают в обморок, не страдают, а наоборот, с такой эйфорией, энтузиазмом этим занимаются, причем ежегодно. Поскольку некое значение, которое они придают некое отношение, формируют другой тип реагирования даже на болевые раздражители, другой тип реагирования антиноцисептивной системы, противоболевой. И вот на этом построены сегодня ряд технологий работы с хромической болью. То есть парадоксально, но эти технологии предлагают не бороться с болью, и даже не пытаться ее контролировать, а предлагают ее принимать. Вот этот термин принятия, он в прямом смысле слова, не только в философском, не только в таком гуманистическом, может работать так же, как условно известная договорка, я часто на семинарах ее цитирую, поможет ли нам идея, мысли, или там вскрики наши, списк корейского рапорьем, кидание будильников в стену, или там диалоги с собой на тему, каким ты завтра встанешь. Вот здесь принятие уже действительности, данности может помочь изменить не только свое физиологическое состояние, видите там, нервного напряжения, мышечных спазмов, но и даже трансформации вот этих болевых ощущений, как это неудивительно. И вот эти практики, казалось бы, совершенно простые, привитивные, оказалось, дают колоссальные преимущества в сравнении с традиционным подходом. Даже в работе с самой тяжелой болью, с фантомной болью, эти практики оказались более эффективными, чем, например, наркотические энергетики, которые не давали такого эффекта, а вот они помогали этим пациентам. Что относятся к этим подходам, как некие навыки. Именно тренинг скиллз, сейчас такая ведущая форма во многих видах терапии, не только третьей волны, для диалектико-поведенческой это вообще прямое название, теперь тренинг скиллз, диалектико-поведенческий подход, именно в виде тренингов на руках. И вот здесь восток нам предлагает целый яд. Нам в это осознанность своего дыхания, даже в движении, например, в ходьбе. Мы знаем, как суфии могут входить в транс. в танце, как варышников ходили в измененное состояние сознания за счет такого проникновенного погружения в то, чем он занимался, что ценил и больше всего любил. И даже если мысленно относиться как к неким продуктам, а не находиться в плену вот этих иллюзий или мысленных жвачек, то даже их созерцание без вовлечения может быть неким процессом, которым можно обучиться, натренироваться и таким образом выходить из подых гнета. Ну и самый интересный такой способ в это отношение к еде. В этом мае 2015-го там приезжала экс-директор, экс-президент Академии Когнитивной Терапии Донна Судак. Она 14 лет возглавляла Академию. И вот у нее был полдневный такой семинар, кто-то наконец-то почувствовал, что конфеты вкусны, а кто-то, кто и не злоупотреблял, например, с аддикцией конфет, выяснил, что какая же это гадость, ваша заливная рыба, что это жир какой-то, вкусовое ощущение совершенно не те, я вот механически лопал это, оказывается, столько времени. И вот упражнения там, например, контакт с изюминкой, не в переносном даже смысле, а в прямом, оказывается, может дать очень много. То есть, разжевав изюминку, вы можете наесться. Мы пробовали в нескольких городах такое упражнение с половинкой или с целой семечкой. И многие не доедали, говорили, ну, сколько уже можно, уже хватит, уже тошнит. А перед этим грудью были голодные, потому что, да, обеденный перерыв оставалось не так много. И вот пример, какие могут быть удивительные технологические возможности таких вещей, которые, в общем-то, вроде бы, мы хорошо все знаем, но при этом не всегда, может быть, с той стороны подходят. И компенсивно-предитический подход, который отличается своей такой прозрачностью, транспорентностью, четкостью, структурированностью, и пытается вот эти преимущества сохранить. И вот в этом сложном деле в переводе на, как бы, европейский язык теламифа понятий буддизма, практик восточных. И вот здесь целый ряд семинаров, упражнений, тренингов помогает переработать вот такой опыт, в том числе и проблемы, которые возникают у людей, практикующих вот эти подходы. Ну, если позволите, несколько слов о практике нашей не только со стороны психологических методов и даже таких методов третьей равны, ну и некие оперативные или такие более краткосрочные варианты, когда к нам приходят амбулаторные пациенты, они тоже нуждаются в неком майнфолмесе, но при этом еще не готовы его активно практиковать. Вот стризам, как препарат, который помогает снять очень многие эмоциональные компоненты, не приводят к злоупотреблению, без эффекта рикошета, как у многих транквилизаторов, помогает вот такую осознанность, концентрацию внимания, хорошую память, тоже получить. Естественно, это не замена восточным практикам, но некая помощь людям в астении, но особенно уже к концу такого дня, во второй половине, уже астенизируясь, уставая, мы можем понять, в чем преимущество таких поддерживающих качественных и беспомощных эффектов препаратов, особенно для наших работающих пациентов. И вот, в отличие от беззадиазопиновых транквилизаторов, нет торможения наших клиентов, пациентов, скорость реакции у них не падает, поэтому они могут водить транспорт, нет седации такой выраженной, которая была разбитостью, и вялостью отличалась с утра, нет торможения оперативной памяти и памяти в целом, что дает вот такой ряд преимуществ при использовании этого препарата. Принимать его приходится с определенной периодичностью водной капсуле, после еды три раза в день, но оно того стоит и выписывается на обычном простом рецепте, то есть не как психотропные препараты. И еще один вариант приведения в состояние осознанности это влияние на клеточный обмен, который дает как преимущество препарат стимул, тоже без побочных эффектов, продающихся в большинстве артек сейчас, который помогает вот эти продукты остыни, продукты мышечного напряжения, спазмов, которые характерны и для того, что описывала Светлана Леонидовна, синдром профессионального выгорания, тревожных состояний, астенических состояний, как раз решить вот эту проблему более оперативно, чтобы дальше агитировать клиента уже заниматься в том числе и психологическими медиками, помогает вот этот препарат. Туда входит рецепт рулим, и вот сам Малак оказывает целый ряд таких корректирующих на метаболическом уровне эффектов. Это и энергизирующий эффект, и помощь в элиминации, в освобождении, устранении продуктов обмена, и в том числе восстановление физического потенциала, что дает некий кредит доверия наших пациентов, и дальше уже они могут практиковать тоже уже используя некий стимул, но без препаратов, пройдя определенный поддерживающий курс, выйдя из состояния раздражительности, астенической слабости, и определенных сложностей, связанных с восприятием в таком состоянии. Тоже достаточно несложно принимать в пакетах, три пакета для взрослых, два для детей, которым тоже разрешено, что редко бывает в таком возрасте использование таких средств. И поэтому я призываю вас тоже попробовать первую очередь Mindfulness, конечно, так и препарат, как быстрый Mindfulness, если у вас не так много свободного времени. Если есть вопросы, это... Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...